Привет! Меня зовут Лиза, и вы на канале, который посвящен изучению электрохимии, ну и всему прочему. Сегодня мы поговорим о стеклянном электроде. Да, в предыдущих видео мы уже поднимали вопрос о стеклянном электроде, рассматривали, кто его создал, как он работает, для чего их применяют. А сегодня мы с вами создадим свой стеклянный электрод. Для этого нам понадобится стеклянный елочный шарик и статья Дороха и соавторов From Christmas Ornament to Glass Electrode. Ссылку на эту работу смотрите в описании. Ну что, начнем! Толщина стенки елочной игрушки не больше 0,5 мм. Мы будем использовать зеркальный шарик, покрытый изнутри тонким слоем серебра. В принципе, можно было бы использовать и цветные шарики, но тогда цветной слой нужно было бы удалять с помощью ацетона или другого органического растворителя. В работе Дороха говорится, что наилучший эффект достигается с использованием шариков диаметром 2,5 см. Проверим диаметр нашего шарика. Для этого измерим длину окружности. Получили 13,2 см. А дальше рассчитаем диаметр. Итак, диаметр равен приблизительно 4,2 см. Наш шарик получился несколько больше, чем тот, который предлагается в статье, но давайте посмотрим, что из него получится. Внутренний серебряный слой удаляем с помощью разбавленной азотной кислоты. Аккуратно добавляем кислоту. Хватит несколько капель. Вся внутренняя поверхность должна быть смочена кислотой. Дальше кислоту сливаем. И хорошенько промываем шарик водой. Для обезжиривания поверхности и образования слоя гидротированного геля на стенках погрузим шарик в пятималярный раствор щелочи и прокипятим его в течение 30 минут. Опять промоем шарик водой. С помощью резиновой шланги присоединим стеклянную трубку к шарику. Вот что в итоге получилось. Трубочка получилась слишком длинной, поэтому я ее обрежу и залью шарик внутренним раствором. Заливаем шарик насыщенным раствором хлорида калия. Ой! Так, все, кажется, теперь не течет. Добавляем несколько капель нитрата серебра. И опускаем серебряную проволочку. Теперь наш электрод нужно выдержать в течение двух часов в соляной кислоте. Готово! Давайте проверим наш электрод в действии. Для этого проведем потенциометрическое тетрование и найдем точку эквивалентности. Будем тетровать щелочной раствор раствором кислоты. Собираем нашу установку. Так как сопротивление стеклянного электрода очень велико, для измерения необходимо использовать милливольтметр с очень высоким входным сопротивлением. Если использовать обычный цифровой вольтметр, то показания будут сильно искажены. Поэтому для измерения разности потенциалов мы будем использовать PHm5170 фирмы LVRO в режиме милливольтметра. Подключаем электроды. В качестве электрода сравнения я буду использовать хлорсеребряный электрод. Включаем перемешивание. Скорость вращения должна быть небольшой. Подождем 15 минут, чтобы установилось равновесие и начнем тетровать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Данные мы получили. Сейчас остановим эксперимент и построим график. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА